Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня я планирую готовить на несколько дней. Будут завтраки, перекусы, выпечка, суп, горячие блюда, но и как не готовить, когда сейчас такое изобилие овощей со своего огорода. Поэтому, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. Ну и первое блюдо, которое я буду сегодня готовить, это завтрак или полдник. На полдник тоже я даю детям. Это творожная запеканка. Беру 3 пачки творога по 400 грамм. Запеканку у нас все любят сегодня, поэтому я готовлю сразу большую порцию. 3 пачки творога 400 грамм, как я вам и сказала, показывала. Мне очень нравится городецкий творог, беру 9%. Добавляю сюда 4 яйца. На каждую пачку добавляю по 2 столовые ложки сахара. Также я сюда добавила 5 столовых ложек манки и 5 столовых ложек муки. Все перебиваю и посмотрите, какая консистенция получается. Эту творожную запеканку я буду готовить с садовыми яблоками. Яблочки в запеканке получаются, знаете, такие как печеные, сладкие. Поэтому я сахара добавила немного. Возможно, для вас это будет не сладко, поэтому, ну, ориентируйтесь на свой вкус. Можете добавлять сахара больше. Чтобы запеканка была сладкая, я где-то так ориентируюсь. То есть на пачку творога 200 граммовую я добавляю 1,5 столовые ложки сахара. Здесь у меня пачки по 400 грамм, но я добавляю много садовых яблок, поэтому и сахара добавляю не в таком количестве. Муки я тоже добавляю немного, потому что мне не нравится забивать вкус творога мукой или манкой. Сейчас подготавливаю все ингредиенты. Творог уже переложила в форму для запекания. Порезала туда яблоки. Все перемешиваю, разравниваю и убираю в духовку. Духовка у меня уже разогретая, 180 градусов. Запекать я буду где-то 40-50 минут, потому что объем большой. Если корочка уже начала подрумяниваться, то можно закрыть ее фольгой и, в общем, выпекать дальше, если запеканка еще не пропеклась. А теперь я буду готовить вкусный пирожок с вишней. Пирог максимально простой, все как я люблю, смешал ингредиенты, перелил и пирог готов. Смешиваем 2 яйца, банку сгущенного молока, добавляем 2 столовые ложки растительного масла, 200 миллилитров в стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем и наше тесто готово. Смотрите, тесто получается сладким, поэтому я рекомендую готовить вот такой пирог, либо с кислыми ягодами, либо с кислыми яблоками. Вот, чтобы как бы сбалансировать вкус, я буду использовать вишню, можно использовать яблоки, но так как у меня уже творожная запеканка с яблоками, здесь решила использовать ягоды, можно вообще микс, смешать и яблоки, и ягоды. В общем, сейчас сезон, можно использовать все, что хотите. У меня вишня заморожена еще с прошлого сезона, ее тоже нужно использовать, поэтому отправляю на сковороду, добавляю немного кукурузного крахмала и все увариваю, чтобы смесь стала такая густая, да, соус загустел. Если добавить вишню просто так в пирог, то, естественно, она даст сок и тесто может получиться таким клёкным, поэтому мне нравится предварительно прогреть вишню вместе с кукурузным крахмалом на сковороде. Можно подсластить, я даже, наверное, вам рекомендую подсластить, иначе все равно сладости пирога не хватит, чтобы перебить кислинку, но подсластить прям буквально чуть-чуть, там, не знаю, добавить столовую ложку. Выкладываем в форму, сначала немного теста, потом наши ягоды, яблоки, и затем сверху еще выливаем тесто, все перемешиваем, отправляем запекаться. 180 градусов где-то 30 минут, смотрите по готовности, проверяйте готовность шпажкой. Дорогие, это мой отзыв, рекомендация на магазин Реплик, Люкспоц, всеми этими гаджетами мои дети пользуются с марта, поэтому сейчас буду делиться. Начнем с часов, посмотрите, у меня есть часы 8 серии, 9, они замечательно работают, до сих пор все с ними прекрасно. Сегодня буду говорить именно о 9 серии, шикарнейшая просто модель, интерфейс полностью соответствует оригиналу, и очень высокая скорость работы и отклик. Есть игры, любимейшая функция моих детей, есть разные фитнес-режимы, посмотрите, какой здесь их большой выбор. Функция измерения пульса, дыхание, быстрое меню, можно менять заставки, конечно же часы соединяются с телефоном, синхронизируются, поэтому все уведомления, звонки, все это будет также приходить вам на часы. Не забывайте, что часики смотрятся просто шикарно на руке, можно менять браслеты, ну и качество исполнения все безукоризненно. Наушники AirPods Max, тоже безукоризненное исполнение. У меня детями пользуется Smart, они, конечно, прошли у нас просто огонь и воду медные трубы, но работают все с ними прекрасно. В наушниках работает активное шумоподавление, есть микрофон. На наушниках расположены кнопки управления, можно регулировать громкость, отвечать на звонки и переключать музыку. Наушники подключаются к iPhone с оригинальной анимацией. Ну и вот такой минималистичный PowerBank, который всегда пригодится и должен лежать в сумочке. Посмотрите, какой он красивый, тонкий, изящный, тоже все отображается на экране iPhone, все виджеты, все без проблем, в общем-то, соединяется и работает. Девчата, ну и не забывайте, что это отличная идея подарка на начало учебного года. Ссылочку на магазин реплик LuxPod составлю для вас в описании под видео. Пишите, что вы от меня и получите скидку в 300 рублей. А сейчас я планирую сделать заготовку, раз уже занимаюсь готовкой. Завтра хочу сделать фаршированные перчики. Мне нравится их запекать. Вот именно такой рецепт уже делилась им в своем блоге. Поэтому сегодня я запеку перцы, подготовлю все, а завтра уже начиню начинкой. Сделаю начинку и буду подавать к ужину. Перцы необходимо разрезать пополам. Кстати, если хотите, чтобы перчик сохранил свою форму максимально, то не срезайте вот плодоножку. Оставляйте ее, убирайте просто семечки. Перцы разрезали. Сбрызгиваем маслом любым растителем, который вы любите. И я еще немножко солю. Убираю в духовку. Вот у меня сейчас как раз там запекается пирог, запеканка. Поэтому в духовке температура 180 градусов. Ну и посмотрю по готовности. Может быть 20-30 минут будет достаточно. Девочки, ну а рецепт начинки будет в конце видео, потому что готовила я эти перчики, фаршировала на следующий день. Ну а сейчас мы с вами подготавливаем начинку для нашего завтрака, перекуса. Начинка будет из курицы и овощей. Сейчас нарезаю куриную грудку. Форма произвольная, можно соломкой, кубиком, кому как больше нравится. Это, знаете, идеальные варианты, мне кажется, идеальная альтернатива бутербродам. С колбасой, еще с чем-то. Просто съедается моментально идеально и на перекус, и в качестве вкусного завтрака. Дальше буду показывать, как готовлю. А сейчас хочу сказать, что начинки могут быть совершенно разные. Это может быть куриное филе, допустим, лук, грибы, какой-нибудь сливочный соус. Это может быть, опять же, куриное филе, там, ананас, рис и, допустим, кукуруза. Это могут быть креветки с болгарским перцем и любимыми овощами. Я сегодня готовлю такую начинку. У меня будет куриное филе, болгарский перец и лук. Курицу я уже нарезала и сейчас буду ее мариновать. Как раз пока буду подготавливать овощи, курочка у меня замаринуется. Использую приправу для курицы, сушеный чеснок, сладкую паприку, соль и немного растительного масла. Все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться. Как вам сказала, сейчас будем подготавливать овощи. Нарезаю лук соломкой, нарезаю болгарский перец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все ингредиенты нарезаны, поэтому сейчас отправляем их готовиться. Я выложила в сковороду, уже переложила куриное филе, не добавляя ни масла, ничего, потому что мы уже мариновали курочку в масле. Можно, конечно, поджарить, если вы хотите. Я все это тушу вместе с овощами. Сейчас у меня немного курочка схватится. Я добавляю сюда лук и перец. Готовим до готовности. До мягкости овощей я накрываю крышкой и готовлю. Как овощи уже стали мягкие, курица готова, я добавляю немного кукурузного крахмала, чтобы соус был такой обволакивающий. Потому что я сюда хочу добавить немного сливок. Беру где-то 50 мл сливок и добавляю 150 мл воды. Все перемешиваю и вливаю курочки и овоща. Можно сюда добавить сыр, если хотите. Можно добавить творожный сыр. Соль. Попробуйте обязательно на соль, потому что овощи мы не солили. Если нужно, подсолите. Ну и все, начинка готова. Можно ей начинять лепешки. Лепешки роти, допустим, картофельные. Очень классные я заказываю в Кусвилл. Можно, как я, фаршировать лаваш. В лаваш выложить и свернуть его рулетиком. Сверху посыпаю сыром. Немного у меня пармезан. Натираю пармезан. И сворачиваю такой рулетик. Потом запекаю в духовке. Смазываю яйцом. Яйцо, точнее, желток взбиваю со сливками и смазываю. В общем, буду запекать в духовке лаваш. Ну, я ставлю просто, знаете, на режим гриль, чтобы просто корочка лаваша схватилась. Потому что тут все ингредиенты готовы. Начинка у меня горячая и сыр сам от температуры расплавится. Поэтому нам самое главное, чтобы корочка стала хрустящей. В принципе, если у вас есть гриль, можно запечь на гриле этот лаваш. Получается просто обалденно вкусно. Повторюсь, с начинками можно экспериментировать. Это вкусный завтрак и просто перекусить. У меня осталась начинка, поэтому я взяла лепешки и вот тоже их начиняю. И буду запекать в духовке вместе с сыром. Но к этим лепешкам я еще решила добавить консервированную кукурузу. Она добавляет сладости. Это тоже очень вкусно. Добавили один ингредиент, а вкус уже немножко изменился. В принципе, можно разогреть это блюдо. И оно тоже будет вкусным. Можно приготовить начинку. И, допустим, на завтрак собрать такие бутербродики. Быстро отправить в духовку. Может быть, на гриле подогреть. Или прямо на сковороде поджарить эти лепешки. Тут уже, знаете, просто минутное дело получается. Если начинка готова, получается все свеженькое, вкусное. Если у вас взрослые дети, то тоже можете оставить, допустим, начинку. Они сами себе такой бутерброд приготовят. Вот, ничего здесь сложного нет. Ну, а я продолжаю готовить. Сейчас буду варить куриный суп. Хочу сегодня его приготовить с сырными шариками и с жареной вермишелью. Но сначала заправляем наш суп. У меня здесь куриные голени, две штуки. Кастрюлю у меня на 5 литров. Я уже отварила их в первом бульоне, промыла, сняла кожу. И вот сейчас уже приложила в кастрюлю, в которой буду варить непосредственно суп. Добавила туда два стебля сельдерея, петрушку. Нарезаю овощи. Из овощей у меня все по классике. Это лук, картошка, морковь. Ну, и вы знаете, что я не делаю зажарки. Если вы любите зажарки, то, соответственно, все овощи можете обжарить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, суп варится. Видите, там уже пирог, запеканка. У меня все готово. Чуть попозже покажу, что приготовилось и что получилось. Накрываю крышкой, довожу супчик до кипения. Ну, и пока он у меня будет закипать, хочу вам показать, что лепешки тоже готовы. Посмотрите, какая вкуснятина хрустящая получилась. Я подготовлю ингредиенты для сырных шариков. Уж сегодня работаю с сыром. Лежит у меня на столешнице, поэтому решила сделать эти шарики. Натираю сыр. У меня пармезан. Можно, в принципе, использовать любой. К сыру добавляем яйцо, муку, замешиваем тесто и формируем шарики. Но для того, чтобы наши шарики, когда мы опускаем в воду, вот знаете, сыр не расплавился, мы эти шарики должны убрать, ну, хотя бы на 5-10 минут в морозилку. Вот, чтобы они у нас подморозились. Я сейчас как раз замешиваю тесто, формирую шарики. И вот пока у меня суп варится, они будут отдыхать в морозилке. И тогда они сохраняют свою форму. Получается очень вкусно, добавляется сырный вкус. Ну, и вообще, когда такие шарики тоже в супе попадаются, это очень вкусно. Отдельно я обжарила вермишель, паутинку, просто до золотистого цвета. Суп посолила, добавила туда сливки, обжаренную вермишельку, вот эти вот сырные шарики. И все, то есть, как вот вермишель я запускаю, сливки запускаю, довожу до кипения, прям 1-2 минутки и все, можно выключать. Вот такая вкуснятина у нас получается с вами. Ну, вот промежуточный результат, пирог готов, запеканка тоже готова. Посмотрите, что осталось от лаваша и лепешек. Вот, ну, очень вкусно, просто сметается из стола. И супчик у меня тоже готов. А сейчас я мою кухню, все убираю и буду готовить уже котлеты. Мясо нарезала, сейчас буду готовить из него фарш. Ну, и так как я сегодня готовлю много, и, допустим, тесто для запеканки делала, удобно все это делать в одной кухонной машине. У меня это кухонная машина Atval KitchenBot. Очень классный гаджет, палочка-бручалочка на кухне, который совмещает в себе 19 приборов. Это кухонные комбайны, пароварка, мультиварка и йогурт. И весы. В общем, множество разных функций. Я заложила мясо, и фарш приготовился у меня буквально за 30 секунд. Смотрите на результат, очень острые ножи. И сейчас покажу, что входит в комплект. Сама чаша на 2,3 литра. Вот так она выглядит. Здесь очень-очень острые ножи. Дальше вот такое вот сито. Здесь можно готовить рис, например. Далее вставка-пароварка. У нее два уровня. Например, внизу можно готовить какие-то овощи, а сверху выложить, допустим, стейки рыбы. Очень удобно. И, допустим, потом еще вот в этом сито рис варить. Одновременно готовится несколько блюд. Далее входит вот такая вот бабочка. Например, чтобы готовить соус, что-то такое. Это уже насадка для замешивания. Нож такой и для жарки. В самой кухонной машине есть 18 автоматических программ. От густого супа до ризотто. Встроенные весы. Саму чашу и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Но есть также и самоочистка чаши. Ну и в комплекте идет книга на 200 рецептов. Вы знаете, что у меня есть термомикс. И что я хочу сказать? Достойнейшая альтернатива, несравнимая по стоимости. Ссылочку на кухонную машину Атвал оставлю для вас в описании к видео. Переходите, заказывайте. Если вы вообще мечтали о таком устройстве, обязательно обратите внимание, потому что достойнейшая. Ну что, готовим котлеты. Так как у меня в наличии только куриная грудка, буду добавлять много овощей, потому что я люблю запекать котлеты в духовке. Я не люблю жарить котлеты. Не люблю, знаете, когда котлеты обваливают, допустим, в муке, обжаривают, потом заливают водой. Меня вот так готовят мамам, бабушкой. Я не очень люблю. Я люблю именно печеные. Запеченные котлеты, они получаются и сочные. В общем, на мой вкус вот просто идеально. У меня дети их с огромнейшим удовольствием едят. Повторюсь, сегодня готовлю из куриной грудки, поэтому будет много овощей. Я нарезала лук, натерла морковку. Сейчас мы все это будем с вами тушить до готовности, потому что котлеты в духовке запекаются очень быстро, буквально 10-15 минут. Ну и велика вероятность, что, допустим, лук не приготовится, и морковка тоже может не приготовиться. Поэтому овощи подготавливаем заранее. Также я сюда буду добавлять кабачок. В этот раз я нарезаю, можно пропустить через мясорубку, можно измельчить в блендере, кому как больше нравится. Ну и параллельно нарезаю грибы, у меня шампиньоны, нарезаю лук, потому что хочу приготовить грибную подливу. Ее можно добавлять, я на завтрак, допустим, когда готовлю, омлет или яичницу могу добавить, гречки, к макаронам. Ну, в общем, универсально, универсально, лежит в холодильнике, и можно быстро какое-то блюдо придумать. Беру кабачок, нарезаю его небольшим кубиком и также добавляю к овощам. У меня дети прекрасно едят, неважно, пропущенные овощи через мясорубку, блендер или просто так нарезанные. Вот, замечательно все едят. Могу добавлять в такие котлеты и брокколи, и цветную капусту, и болгарский перец. Ну, в принципе, любые овощи очень вкусно получаются, самое главное, сочно. Вот так у нас готовится. Овощи, повторюсь, готовим до полной готовности, чтобы овощи были мягкие. Ну, и в другую сковороду отправляю я лук вместе с грибами, пускай они у нас обжариваются. Куриное филе нарезаю и буду измельчать. Я буду это измельчать в кухонной машине Атвал. Кстати, вот в начале видео, когда я готовила запеканку, видели эту машину, тоже вот в ней готовила тесто, классная, классная машина. Субтитры сделал DimaTorzok Готовому фаршу отправляю овощи. У меня овощи, прям, видите, горячие пар идут. Мешаем быстро, ничего не происходит, мясо не схватывается, все прекрасно. Повторюсь, овощи можете, вот прям как я, целиком добавлять, можете пропустить через блендер или через мясорубку. Добавляю немного манки, я манку покупаю с ималином, мне очень нравится. Добавляю одно яйцо, соль, ваши любимые специи, я использую приправу для курицы, сушеный чеснок. Замешиваем наш фарш и дальше будем формировать котлетки. Я формирую их влажными руками, просто смачиваю водой и формирую котлеты, выкладываю на противень. Готовить мы будем с вами в духовке, я ставлю 200 градусов, режим конвекции. Духовка у меня заранее разогрета, это важно, чтобы, знаете, процесс приготовления начался сразу, и то есть сверху котлетки схватились, и весь сок у нас остался внутри. Ну и самое главное, девочки, не пересушите котлеты, прям 15 минут и сразу проверяйте их. Если вы готовите маленькие тевтели, то это еще меньше, проверяйте, разламывайте, смотрите, если внутри все, схватилось мясо, значит все готово. То есть не надо запекать по 20, по 30 минут, потому что они просто будут сухие. И это те котлеты, которые будут вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Я, например, люблю на следующий день из таких котлет себе на обед собрать салатик, то есть нарезая овощи, зелень, салатную зелень, просто нарезаю холодные котлетки, там, за кубиком, заправляю все оливковым маслом, и это очень-очень вкусно и сытно получается. Девочки, готовлю грибную заливку. Грибы приготовились у меня уже с луком, добавляю сюда немного муки, все хорошо перемешиваю, ну и дальше добавляем сливки. Я сливки, опять же, развожу с водой, солю, ну и вариваем до консистенции, которая нам нравится, можно разбавить водой еще побольше. Ну вот, котлетки готовы, грибная заливка тоже у меня готова, и на сегодня буду видео свои заканчивать, буду с вами прощаться. Огромнейшее спасибо, что досмотрели его до конца, надеюсь, рецепты вам понравились и пригодятся вашему быту. На сейчас будет вставочка, как я готовила фаршированные перцы. Все, всем хорошей недели! Сделаем начинку для фаршированных перчиков. Куриное филе нарезала кубиком, также кубиком нарезала кабачок. Здесь у меня перец, зеленый, красный. И помидорки очистила от кожуры и тоже нарезала кубиком. Сейчас это все будем тушить до готовности. Пока начинка готовится, значит, добавляем специи, у меня такая приправа для курицы, сушеное чеснок, конечно же, соль, добавлю столовую ложку творожного сыра и натру обычный сыр, у меня моцарелла и пармезан. Буду сверху посыпать наши перчики. В общем-то и все. Готовим до состояния, чтобы жидкость у нас выпарилась. Начинку я выложила в перчики, сверху посыпала сыром моцарелла, и убираю в духовку, чтобы перчики подогрелись и сыр расплавился. Вот такая вкуснятина у нас получилась.